Какую все-таки больше нам надо растянуть, а какие из этих мышц нужно наоборот укрепить? Какая большая ошибка? Очень важно это контролировать, минимизировать ваш лордоз, это мышцы пресса. Через месяц-полтора увидите, насколько изменилась ваша осанка. Ну что ж, друзья, хватит теории, идем заниматься. За мной! Ну что ж, друзья, приступаем ко второй части. Наступило время показать вам 5 простых упражнений, которые помогут раз и навсегда избавиться от гиперлордоза, от выпячивания вашего живота вперед, от болезненных ощущений в вашем поясничном отделе. Поехали! Друзья, как я и объяснял, в биомеханике формирования гиперлордоза участвует определенная кинематическая цепь мышц. Поэтому сейчас мы подробно пройдемся по каждой из группы мышц, и я расскажу, какую все-таки больше нам надо растянуть, а какие из этих мышц нужно наоборот укрепить. Поэтому начинаем упражнение номер один. Первое, то, что с вами мы задействуем, это бицепс нашего бедра, который за собой будет включать вышележащие этажи, о которых я рассказывал в видео ранее. Для того, чтобы проработать бицепс, вам необходим ассистент. Кто-то с ваших родных и близких. Пациент лежит в положении лежа на животе. Рукой опираемся в голеностопный сустав и просим пациента просто пяткой сгибать ягодицы на сопротивлении. Разогнули. Два. Разогнули. Три. Разогнули. То есть мы создаем сопротивление ровно в то время, когда пациент старается согнуть ногу. Но создаем такое сопротивление, чтобы в первые разы для пациента было комфортно, чтобы не вызывалась боль в поясничном отделе, тем более в ягодице. Какая большая ошибка? При таком вот сгибании, пробуем согнуть, часто пациент начинает прогибать, поднимать ягодицы вверх и прогибать свой ладос еще сильнее. Очень важно это контролировать, поэтому я кладу вот здесь вот руку в области копчика и пытаюсь прижать таз вниз. Опустили. И еще раз подняли. Опустили. В среднем выполняем 15-20 повторений. Если чувствуете, что недостаточно, можно добавить. Если достаточно, просто усилить нажим вашего ассистента. Упражнение номер два. Постараемся подключить вышележащий этаж, то есть тот этаж, который идет после бицепса бедра, а это наши ягодицы. За счет наших ягодиц мы попытаемся с лордоза вывести обратно в нормальное положение нашу поясницу. Наверняка вы знаете упражнение поясничный мостик. Согнули две ноги, исходное положение лежа, ноги согнуты, таз поднимаем вверх. Наверняка вы видели это упражнение, но я вам его не рекомендую выполнять. Почему? Потому что непосредственно в нем прогибается поясничный отдел, и ваш лордоз еще увеличивается. Мы его немножко обыграем, но при этом точно так же будем прокачивать ягодицу. Кладем нога на ногу. При этом упражнении работа поясничного лордоза минимизируется. Единственное, что мы будем прорабатывать ягодицы по очереди. Поехали. Вверх поднялись, опустились. Вверх поднялись, опустились. Вверх, опустились. Максимально сильно вверх тоже не надо, для того, чтобы не прогибался лордоз примерно до срединки общей амплитуды. При этом вы должны чувствовать работу ягодичной мышцы. Опустили. Точно так же поменяли ногу, и точно так же такое же количество раз на вторую ногу до средней амплитуды. Выполняем 15-20 повторений. Кому совсем легко, можно добавлять количество раз. Следующая мышца, которая по кинематической цепи подкрутит наш таз вверх и минимизирует ваш лордоз, это мышцы пресса. Поэтому я предлагаю простое элементарное упражнение, как пресс. Исходное положение лежа, обязательно ноги согнуты, руки за головой, руками голову не тянем. На выдохе приподнимаемся и включаем мышцы пресса. Раз, в исходное. Два, в исходное. Подбородочек тянется вверх, мы руками не тянем его к нашей шее. Вернее, к нашему грудному отделу. Шесть, семь, еще восемь, еще два, раз, два. Таких точно так же 15-20 повторений. Если вы чувствуете, что можете больше, можете увеличивать. Если чувствуете, что 15-20 это много, начинайте с 5-10 раз. Друзья, последующих два упражнения являются самыми основными. Предыдущих три были подготовительны. То есть это те упражнения, те мышцы-синергисты, которые включаются в неправильную работу при гиперлордозе. Теперь приступаем непосредственно в эпицентр. Это подвздошно-поясничная мышца, которая крепится к позвоночнику через тазобедренный сустав и крепится к нашему бедру, о которой я неоднократно рассказывал. Исходное положение, стоя на колене, здесь стоим, нога согнута, вперед, растянулись. То есть мы должны почувствовать растяжение вот в этой области, максимальное натяжение. Назад, в исходное. Снова вперед мы растянулись, назад, исходное. Можем немножечко подкрутить корпус вперед, чтобы у нас не так задействовался лордоз. Опять же вперед, потянулись, в исходное. Потянулись, в исходное. Таких опять же 15-20 повторений по самочувствию. Либо больше, либо меньше. Друзья, и упражнение номер 5 на растяжение мышц-разгибателей нижней части спины. То есть, когда у нас появляется гиперлордоз, соответственно, точки крепления мышц-разгибателей, они укорачиваются и, соответственно, делают прогиб в самом позвоночнике. Поэтому нам надо растянуть мышцы-разгибатели нижней части спины. Поза, так называемая, молящегося монаха. Принимаем ее. Потянулись вперед максимально. Постарались почувствовать растяжение поясницы. Пошли влево. Сделали растяжку. В этот момент мы чувствуем правую часть поясницы. Пошли вправо. Точно так же почувствовали левую часть растяжения поясниц. Таких точно повторяем 15-20 повторений. Чем больше, тем лучше. Это не силовое упражнение, более стретчинговое. Поэтому его можно добавлять по необходимости. Друзья, если данный комплекс вы будете выполнять хотя бы один раз в 48 часов, это через день, вы уже буквально через месяц-полтора увидите, насколько изменилась ваша осанка непосредственно гиперлабдоз. Я рекомендую изначально сфотографировать себя в зеркало, стоя боком, и посмотреть через полтора-два месяца, как изменилась ваша ситуация. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Дальше будет еще больше полезного видео. Дальше будет еще больше полезных упражнений. Ставьте лайк, подписывайтесь, колокольчик, чтобы вам приходило уведомление. Всегда рады помочь.